В этот день, 29 декабря, родились императрица Елизавета Петровна, многолетняя правительница России. Царство у нее было не без славы, даже не без пользы. Справление царевны Софии никогда на Руси не жилось так легко, и ни одно царствование до 1762 года не оставляло по себе такого приятного воспоминания. Такой отзыв о царствовании государния Елизавета Петровна оставила весьма строгий в оценках историк Василий Ключевский. С самого начала ее правления все вокруг видели в ней продолжательницу дел ее отца, Петра Великого. Отчасти так и было. Елизавета Петровна распорядилась восстановить сенат в том виде, который был установлен при ее отце. Она открыла университет, а потом еще и сдала указ особой трех знатнейших художеств академию в Петербурге учредить. Так в стране возникла и Академия художеств. При ней пришла в порядок армия, а сильнейший стратег Фридрих Пруски не раз был бит армией из России. Чем она серьезно отличалась от своего отца и в выгодную сторону явной душевной добротой. При восшествии на престол Елизавета дала за рук не казнить ни одного человека. И свою клятву она держала все 20 лет своего царства. Также 29 декабря родились Карл Росси, известный архитектор. Он возвел здание генштаба на Дворцовой площади и еще множество известных строений, как в Петербурге, так и во всей России. Роман фон Унгерн-Штернберг, один из лидеров белого движения в Сибири, в некоторое время диктатор в Монголии. В этот день, 29 декабря 1708 года, указом государя Петра I, впервые в нашей истории были введены губернии. Их было восемь. Одну из них, Ингерман-Ланскую губернию, возглавил Меньшиков, правая рука царя Петра. 29 декабря 1753 года императрица Елизавета Петровна наконец-то отменила таможенные сборы внутри Российской империи. 29 декабря 1941 года советские войска освободили от немецких войск город Феодосию. Битва за Крым шла с гитлеровцами с первого дня войны, и каждая операция сопровождалась масштабными десантами, зимой и летом, в штиль и шторм. Первый раз немцы заняли восточную часть Крыма осенью 1941 года, и почти сразу ставка начала планирование его деоккупации. Речь шла прежде всего о Керчи, а еще Феодосии, приморского городка Западнее. Если бы все получилось, в окружении на небольшом Керченском полуострове Крыма попала бы целая армейская группировка врага. Из дневника местные жительницы Анны Григорьевой. Немцы у нас в городе готовились к встрече Нового года, и вот наши воины угостили их в три часа ночи десант. Мы спали спокойным сном, вдруг слышим стреляют. Сначала для нас было загадочно, что же это, только утром мы узнали, что десант. Фрицы убегали без штанов. Высадка планировалась масштабной на береговой линии в 250 километров. Однако все планы сорвала непогода. Первая волна десанта пошла вперед, завязался бой, а тут шторм. Из воспоминаний участника событий. Шел снег, а в проливе разыгрался настоящий шторм. Температура воздуха снизилась до 80 градусов мороза. Вот если бы на том берегу уже были захвачены причалы. А так полосу прибрежного штормового прибоя, да еще при морозе, преодолеют лишь единицы. Более-менее удачная операция проходила у Феодосии. Утром 29 декабря бои уже шли за улицы городка. 30 декабря красноармейцы уже отворили двери немецких складов, раздавая местным жителям разносолы, что переберегли фрицы для грядущих праздников. Как считается, ко 2 января весь Керченский полуостров был очищен от врага. Но, увы, уже спустя две недели немцы вновь ударили с запада, заставив советские дивизии пятиться к морю. До освобождения Крыма было еще очень далеко. 29 декабря 1989 года состоялся вертикальный взлет самолета Як-141 всепогодного палубного истребителя. По целому ряду причин введение в строй этой машины шло тяжело. Она должна была обладать рядом уникальных характеристик, садиться и взлетать вертикально на качающуюся палубу корабля, преодолевать скорость звука, что было впервые для самолета такого класса. В 1884 году на пенсию шел легендарный Яковлев, инженер-конструктор, кто лично проектировал Як-141. Это тоже замедлило разработку. Опять же, в конце 80-х на СССР уже давил экономический кризис. И тем не менее, уже в 1991 году Як поставил 12 мировых рекордов. А ведь машину еще дорабатывали. Было изготовлено два опытных образца. Они успешно осваивали все стихии, включая морскую. 5 октября 1991 года один из бортов по вине летчика потерпел аварию. Хотя пилот сам не пострадал, вспыхнувший пожар потушили, но это поставило крест на всей программе. Теперь несколько этих Яков служат обычными музейными экспонатами. Таким был этот день 29 декабря.